И к другим новостям. Сегодня стало известно имя нового директора 29-й школы. Напомним, накануне общественность возмутилась по поводу интерактивного голосования за кандидатов на эту должность. Почти 9 тысяч северодвинцев отдали свои голоса на информационном портале управления образования Северодвинска. Цифра немысливая для одной школы. Многие считают, голоса накручены. Но зависел ли от этого результат конкурса? Кого хотели видеть учащиеся школы своим директором и кто в итоге будет руководить теперь скандально известной в городе 29-й школой, знает Евгения Карелина. Гефиле Елена Владимировна 8 баллов 60 сотых, Дубынина Наталья Николаевна 8 баллов 92 сотых. Таковы итоги одного из этапов конкурса на должность директора 29-й школы. На место руководителя три кандидата. Но борьба за лидерство развернулась между исполняющей обязанности директора Натальей Дубыниной и заместителем директора по учебно-воспитательной работе детского дома «Беломорец» Еленой Гефиле. Так за конкурсанток проголосовало немыслимое количество человек для одной школы маленького города – более 9 тысяч северодвинцев. На первом месте с отрывом в 112 голосов оказалась Наталья Дубынина. За Дубынину. Почему за нее? Ну, она у нас уже много работает. Знаем хорошо. Когда работаешь с человеком все-таки на протяжении последних полугода, она исполняла обязанности директора школы. А как-то у нас так в коллективе, в общем-то, было все дружно, хорошо. Ну, это самое. Поэтому школа поддерживала, конечно, Дубынину Наталью Николаевну. Не знали, что было с вами? И кандидатов. Я думала, что директор уже выбран и не имела представления. Меняется директор. Согласно этому голосованию, более 7 тысяч горожан поддержали третьего участника конкурса, инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОМВД Северодвинска Евгения Смирнова. Пользователи интернета активно обсуждали тему о возможной накрутке голосов. Говорят, что есть такие хакеры, которые в Пентагоне могут посмотреть секретные документы, в Кремль к нам. То есть, возможно, у нас в Северодвинске есть такие люди, но я особо сильно в это не верю. Ну, в силу того, если уж крутить за кого-то, то тогда, ну, а почему количество проголосавших за того и другого практически одинаковое? Так или иначе, интернет-голосование – еще не решающий этап в конкурсе на должность директора школы. Кандидатов оценивали также по презентации развития школы, и каждый сдал экзамен в присутствии семи членов комиссии. Потенциальный директор школы должен быть юридически подкован, знать нормативную базу, трудовое законодательство и понимать, как ведутся госзакупки. Одни из основных – вопросы по менеджменту. Именно в аттестации Елена Гефеле буквально на бал обогнала Наталью Дубынину и победила в конкурсе, а третий кандидат аттестацию провалил. На мой взгляд, как раз здесь преимущества должны были бы быть у человека, который вроде бы уже, так сказать, работает в школе, но хотя второй же конкурсант тоже не новичок, да, то есть она тоже имеет уже опыт управленческий. Теперь уже экс-сотрудник детского дома «Беломорец» 36-летний Елена Гефеле имеет высшее образование по специальности педагогика и методика начального образования. С детьми работает 18 лет. Последние два года в должности замдиректора по учебно-воспитательной работе детского дома. До этого была заведующей в центре «Солнышко». Программа развития, она у меня с таким, ну, может, громким названием, может, скромным названием «Открываем новые возможности», поэтому мне бы очень хотелось, чтобы у нас получилось открыть новые возможности школы, открыть новые ресурсы. Одна из программ – это школа-социально-культурный центр микрорайона. Будущему директору 29-й школы необходимо уволиться с предыдущего места работы и собрать полный пакет документов. По условиям конкурса ей еще нужно пройти курсы переподготовки по специальности «Менеджмент и экономика». С ней заключат срочный трудовой договор на пять лет. Елена Гефеле к обязанностям директора 29-й школы приступит примерно через пару недель. Напомним, экс-руководитель учреждения Юлия Маштыкова уволилась после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело. По версии следствия, она сдавала это здание на территории школы коммерческой организации для печати рекламной продукции. Деньги за аренду оставляла себе. Расследование уголовного дела продолжается. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.